А давайте не будем рассматривать моменты, где мы, работая с человеком, который хочет сломать вам шею, зевайте. Сейчас она не зевает, я пока объяснял, я уже выдохся. Потому что вот эта работа, она невероятно тяжелая. Итак, ребят, как я вам обещал, сейчас мы рассмотрим про то, как я люблю проходить такие популярные гарды, как Даларива гард. На самом деле они ничего прям существенного такого особого из себя не представляют, если вы знаете, на чем они построены и как нивелировать их сильные стороны и лишить человека возможности вас полностью контролировать. Начинаем мы, разумеется, как обычно, с полгарда, потому что, ну, даже та же история про то, что я вам рассказывал про закрытый гард, про работу с двумя рукавами, она никогда не начинается с того, что вы просто попали в плохую позицию, как в ней быть. Ну, вам всегда нужно понимать, что любая схватка начинается сверху и вам с самого начала схватки нужно не лезть в заранее понятные плохие позиции, да, то есть очень важно с самого начала себя максимально безопасно и правильно располагать. Так вот, мы начинаем схватку, да, человек хватает, прыгает гард, я здесь. Если она хватает рукав, да, это вот работа как раз шаоу-ласа гарда, но лично я начинал всегда именно с этого, да, вот. То есть работа Даларива, это всегда контроль пятки, чаще всего контроль также с этой ноги, причем это не всегда принципиально именно крючить ногу, то есть очень часто, вот я лично люблю работать вот именно вот так вот расслабленно, потому что можно было мобильно и двигаться, быть мобильным и двигаться. Но суть вообще не про то, как я люблю работать, суть про то, что эти обычные гарды нужно уметь проходить. Как я и говорил, весь мой гард пассинг строится вокруг того, что я не хочу дать контроль середины своего тела, поскольку если я его отдам один раз, она уже после этого меня и в закрытый гард тянет, и снова возьмет те самые гарды, которые, как это знаете, Волдеморд, имя, которое нельзя называть, гарды, в которые нельзя попадать. Вот. Чтобы она туда нас не взяла, мы всегда аналогично располагаемся. Отстраненно здесь, рука работает здесь, не позволяет ему работать, не позволяет ему попадать вот сюда. Вот это прям сразу индикатор проблем, потому что после него уже человек ничего не остановит, вы должны это понимать, у вас огромные проблемы. Соответственно, вот эта рука с моим коленом крайне важна здесь. Блокирование линии сгиба здесь принципиально важно. Более того, эта рука всегда работает здесь, для самого обычного прохода X-pass, который мы будем, собственно говоря, здесь и применять. Теперь, смотрите, то, что она нас тянет сюда, мне не очень нравится, мы всегда можем сорвать захват и более свободный соорщик. Да, если мы останемся здесь, конечно, она снова схватит, но, разумеется, если мы срываем, мы срываем, чтобы проходить, а не просто, чтобы ее здесь не было. Соответственно, чтобы проходить, мне опять же, мне нужно вот этой рукой, как я вам говорил, работать с этой ногой. Но при ее вот этой тяге сюда довольно-таки некомфортно работать рукой с этой ногой, потому что я не под тем углом, под которым мне было бы фактически это делать удобно. Поэтому все начинается с того, что я срываю и встаю. Все, я встаю и всегда люблю работать с этой ногой, доминировать над ней. И желательно вот эту штопку тоже убрать. Весь голоринень, как я сказал, строится вокруг того, что нас держат вот здесь и чаще всего вот здесь. Первично это вот эта нога, но убрав ее, даже развернув, он не может нас схватить, человек ничего не останавливает от того, чтобы пихнуть меня ногой и вернуть под этот угол, в котором он снова может меня так схватить. Соответственно, как бы это приоритетно в первую очередь не было, нужно понимать, что это движение тоже вернет нас в эту плохую позицию. Поэтому мой способ нивелировать до рива, это я рукой хватаю под пятку, рукой хватаю здесь, освобожусь, ставлюсь вот так. Толкнуть она меня больше не может, сам крюк до рива она заправлять больше не может. И здесь на самом деле опций много того, как мы будем себя вести. Практически все будут связаны с движением в эту сторону. Единственный способ, как мы будем проходить вправо, будет связан, если она будет держать меня не за пятку, а за штаны, что мы, разумеется, тоже рассмотрим. Начнем с самых привычных способов. Мы здесь, да, мы работаем, как я сказал, я не люблю эту ногу здесь, потому что вот это толчковое действие абсолютно мне не нравится, когда я работаю сверху. Мне вообще не нравится, я хочу быть сбалансированным, я хочу чувствовать баланс, толкни меня. И тут меня полностью выбивают из моей колеи, но это не может нравиться вам, если вы хотите нормально, слаженно балансировать и проходить гард. То есть такие дисбалансные факторы от вашего соперника нужно устранять, просто запомните. Поэтому мы здесь убираем, все, я тут. Теперь смотрите, первый способ, который я люблю, а я прям буквально сейчас вот с этой стопой работать не буду, я отсюда, иду сюда, хватаю вот так колено, правой рукой здесь и делаю вот такое движение. Это мне показал сайпер, когда я был в Майами, ну я типа жаловался, что блин, вот я не хочу работать, говори, он говорит, ну не хочешь, поменяй гард на хабгард. И у меня что-то так прям глаза открылись, я пойду, почему я типа сам до этого не додумался, если мне не нравится работать в этом гарде, просто заставить человека работать другой. А потом на самом деле я понял, что этой концепцией я пользуюсь любым из гардов. Если мне не нравится какой-то гард, я просто делаю всю свою ставку на то, чтобы всеми способами не позволить человеку туда попасть. Действие очень простое, смотрите, опять же, мы сначала были здесь, здесь, то есть нам нужно вот эти штуки убрать от нашего бедра и с нашего бедра, вот так. Теперь я давлю сюда, правой рукой работаю здесь. Смотрите, вот с такой ногой, которая как клюшка хоккейная, вот так, мы никуда не пойдем, ногу нужно развернуть, видите, вот таким образом. Теперь я делаю вот такое движение кик, то есть вот, если я вот здесь, вот ноги вот так вот делают, вы скорее всего свои коленные связки травмируете, нежели чего-то добьетесь. Поэтому здесь очень важно понимать, правая нога раз, ну смотрите, я ее вот так не отставляю. То есть я стою здесь и делаю раз-два, все, мы пошли сюда, чаще всего здесь заканчивается ничего страшного, все не слайсен. Еще раз. Здесь будет несколько способов, они все между собой простые, просто запомните их. Вот это основа, вот самое главное, вот это основное движение, вниз-вверх, хорошо? То есть вот так делать не пойдет, просто ее убирать, ну как бы вроде пойдет, но если человек доберется до куртки, он может, да-да-да, вот это начнется, понимаете? То есть вы должны знать сильные стороны гарда, в которых вы находитесь, чтобы понимать, как их нивелировать. Если вы не понимаете какие-то сильные стороны, но вас будут удивлять и чаще всего неприятно удивлять, запомните это правило. Поэтому раз-два, угол ноги вот такой, никакого гола римминга больше нет, я здесь себя комфортно чувствую. Как я сказал, один из способов был вот этот. Проход, все очень просто. Второй способ, сразу бросается в глаза также. Опять же, мы начинали отсуток, нас затянули в гард, нас дали за куртку, прям запомните. Срываем, встаем, убираем, стоим, хорошо, широкая база, никогда ногу сюда не ставим. Всегда кончатся две пятки, сфиг назад, понятно? Ногу подальше. Второй способ, как я сказал, смотрите, мы здесь широко стоим, отдавливаем, убираем. Отдавливаем, убираем. То есть если человек здесь, вот да, вот чувствует невнимательность, можно как сделать лэг-драг. Честно, я не люблю этот способ, но он имеет место быть. Кто любит, пожалуйста, пользуйтесь. Лично мне никогда не нравится правой рукой хватать вот эту ногу. Просто я всегда люблю правой рукой работать здесь, 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 с этой стороной. Исключительно иногда хватаю вот здесь, когда я уже в хавгарде, хочу задушить кросс-челком. Но при проходе гарда, когда я с ногами, я вот так никогда не хватаю. Тем не менее, нельзя думать, что этого прохода нет. То есть лэг-драг сговорим абсолютно актуально. Более того, если бы я делал лэг-драг, я бы никогда не делал вот так. То есть для меня это слишком явно. А слишком явные вещи можно заранее заметить и предотвратить. В основном, я вот здесь, как я бы это делал. Это, кстати, мне показал, мы для биржефрик сделали, помнишь, семинар сервио Тулио, когда он приехал. И на мне он все это показывал. Он мне показал, честно говоря, я удивился. Он мне показал, как лэг-драг делать вот таким способом. То есть нога резко уходит. И здесь эффект неожиданности. Что идеально ложится мою концепцию, потому что я люблю именно тайминговые истории. Понимаете? Просто вот так схватить, быть сильнее, но это не про меня. Я не сильнее всех, я стараюсь быть умнее всех. Поэтому старайтесь правильно в голове выстраивать свою борьбу, чтобы она изначально была разумной и тактичной. Понимаете? Сила – это то, что у вас рано или поздно закончится. А правильные мысли в голове, они не требуют от вас много энергии. Поэтому запоминайте. Мы здесь, мы тут. Я в руку просто доминирую, если мы далеко, даже как бы она здесь ни старалась. Смотрите. Вот этот удар. И синхронно с ним вот. Вот такое вот восьмерочное движение. Сразу эти пальцы сюда и провалим все. Ну, дальше уже дворил гардер не будет. Здесь дело техники, как бы, доконтролировать, пройти дальше. Что вы отсюда уже дальше любите делать? На ваше предпочтение развлекайтесь. Самое главное – я рассказываю, как я люблю это делать. Значит, первый способ. Вот. Второй способ. Вот, мы стоим широко, пришли. Если хотите работать здесь, пожалуйста. Ну, вот прям так я, честно говоря, никогда не работал. Второй способ, да. Мы здесь, ну, если вот мы сюда идем, то вот вариант лагдрага, который я никогда не делаю, но тем не менее он имеет место быть. Который я бы делал – это вот мы стоим здесь, сдалека. Вот это расстояние, видите? То есть вот здесь не сработает. Ну, здесь тесно. Расстояние должно быть. Опа, опа. Все. Запомните еще одну вещь. Я, допустим, увидел, что Леандр Ло постоянно делал неслайс. Но единственное, у меня так никогда не получалось делать, потому что мне не нравится, находясь вот в середине тела соперника. Моя правая нога справа от нее, а неслайс – это движение влево от нее. То есть вот так по диагонали мне никогда не нравилось идти. Если я хотел неслайс, я сначала шел вот сюда, в обратную дворю, потом уже шел. Потому что я люблю ногой работать прямыми мышцами. Здесь придется работать полубоковыми, а боковые связки, они, ну, гораздо слабее прямых мышц. То есть, соответственно, если я хочу сделать неслайс, я использую вот это движение. Отсюда, опять же, можно и вот так пройти. Не обязательно делать неслайс. Как вы видите, это все проходы в эту сторону. Единственная ситуация, где мне придется проходить туда, это ситуация, где держат наши штаны. Да. Теперь смотрите. Во-первых, вот эта история больше не работает. Да, с этой историей возможен Лендград. Ну, скажем, что человеку очень бдительно к нему относится, держит ногу здесь. В принципе, я сам от лэк-драгов, как только я видел вот это, прятал ногу между ног соперника. И, честно, чтобы вы понимали, вот такой проход, ну, это тоже довольно фантастично, этот человек должен проспать. Он есть, но нельзя сказать, что так никогда не проходит. То есть, реально, я сам несколько людей вот так провалил, но меня так никто не провалил, потому что я бдительно работаю снизу. Понимаете, это нужно просто прозевать момент. А давайте не будем рассматривать моменты, где мы работаем с человеком, который хочет сломать вам шею, зеваете. Здесь что мы будем делать? Смотрите. Ну, откровенно, я не могу вот так вот сорвать захват, если я там, условно, с химикой девочкой или с ребенком не борюсь, а никому не интересно, как с ними убориться. Когда у вас сильный такой же, как вы, соперник, вот так вот сорвать у вас, ну, не получится нифига, понимаете. А, кстати, простите, я забыл сказать, даже если она пятку держит, вот, можно всегда сорвать с пятки захват тоже, я просто забыл про это сказать. То есть, да, вот мы встали, мы здесь, если она держит пятку, смотрите, простейше захват. Единственное, люди хватают вот так, этого не хватит. Смотрите, вот так вот рука, она работает лишь крайними фалангами. Запомните, все захваты вот этими пальцами, они слабы. Вы заходите вот так вот всей ладонью, хватайте и уже гораздо сильнее. Те же самые принципы ложатся, когда люди делают, ну, типа, наклон до челк, дарс челк, и они хватают вот так вот себя пальчиками и думают, что у них сильный захват. Чтобы сильные захваты были, всегда всю ладонь, вот так и только потом душим. Аналогично реальный кичок, то есть здесь то же самое. Не работаем вот так вот пальчиками, большой палец здесь вообще не нужен, нам обхватывающее явление неинтересно. Нам нужно хорошо снизу зацепить и силой поднять. Ну, единственный тупляк, который я здесь вижу при моих, когда смотрю на своих учеников, они срывают и смотрят дальше, хватают, это дебилизм, понимаете? Если вы сорвали, сразу отойдите. Все, дальше уже делайте, что хотите. Так вот, возвращаясь к захвату за штаны, это уже фантастика, так это не сработает. Единственный способ нивелировать вот этот вот сильный захват, для меня это прийти сюда и сделать вот это движение, которое называется сайдсмэш. Еще раз. И тем не менее, как я сказал, что это единственный вариант, где я иду вправо проходить, но сейчас вы поймете, что по итогу я в любом случае часть села возвращаюсь туда. То есть раз, два, я иду сюда, теперь я хватаю спину и вот теперь я в любом случае иду в свою любимую сторону. У меня хороший захват этот бодилока и, ну, условно, попав сюда, да, можно, конечно, пойти сюда, здесь раскатывать маунт, но это если вы чувствуете, что вы доминируете над соперником, и он вообще в каждом аспекте, каждый сантиметр борьбы вам проигрывает. Да, вы можете нагло пойти. Если соперник умелый, я рисковать не буду, я лучше пойду наверняка и вот здесь его заблокирую, не спеша получу свои три балла. Потом пойду уже головею, там, маунт, как маунт, не важно, что это будет. Это мои основные способы работать как раз с Доларивой Гардом. Как вы помните, ну, условно, если это Доларива Гард с рукавом, это не совсем то, что я хотел бы, чтобы вы, куда вы попадали, потому что опять это не кладется в мою концепцию, потому что мне нужна моя рука. С этой рукой у меня уже куча проблем. Я так же могу вернуться сюда, она так же может и те же самые, ну, закинула, те же самые проблемы, которые я вас хотел, от которых я вас хотел оградить, вы их просто организовали. Поэтому при работе в Долариве никогда не нужно вот здесь смотреть, ждать, пока вас сорвут. Это прямо вот к плохому приведет, потому что вот с этого начинаются все основные проблемы, если ваш соперник хорошо умеет работать от Критега. Поэтому если увидите, что он лезет сюда, не убирайте. Ну, вообще, вот здесь вот не надо околачиваться. Вот сам по себе вот этот захват, что он дает? Ничего. Не нужно здесь работать и демонстративно отдавать руку сопернику. Работайте здесь, делайте вот это, делайте вот это, что угодно, но никогда не дарите сопернику свою левую руку. Если вы правшая, работайте право на голову вперед, понимаете? По Долариве, мне кажется, основные моменты я прошел. Ну, в целом, да, вот основные свои любимые способы Доларива я рассказал. Самое главное понимать, какие вещи вы любите делать с Доларива. Ваш соперник, а, еще, простите, нет, все-таки одна вещь есть. Если брать ноуги Долариву, то здесь есть такая Доларива, которую я люблю, это когда мы обхватываем свое бедро. Вот, но она никогда не строится на этом захвате. Она всегда строится, первое, на этом, потом мы отпускаем, и вот, 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 схвати, да, и более в фронтальный гард возьми. Вот, вот этот гард, то есть в Долариве в ноги, когда человек стоит, я очень люблю вот такой вариант Доларива, я его увидел, умеял, и он очень хорошо работает, и опять же, нужно понимать, что никаких ни слайсов, ни какой-то круг фронтальский мы здесь больше делать не будем. Здесь вся история контроля строится на этой ноге, поэтому мы освобождаемся, идем сюда. Далее, хватаю пятку, поднимаю. Надо понимать, что если я вот здесь прямым движением руки могу поднять, еще более-менее силы есть, то это уже не прямое движение. То есть, надеяться, что мы вот так уберем, не надо. Поднимите, все, идем, 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 идем сюда. Здесь человек продолжает держать, у нас даже его моблата есть. Но чаще всего, опять же, я так не выпендриваюсь, я скромно, скромно, забираю просто хорошую позицию. То есть, вот, освободились, подняли, иду сюда, и все. Вот здесь я вот раскатываю, спокойно забираю свой сайт на пол. Вот это, не знаю, как называется, наверное, я называю ее Дипхак Доларива, типа глубокое обнимание Доларива. Хаген Доларива. А? Хаген Доларива. Хаген Доларива, да, ну, просто обнимающая Доларива. Я почему думал, Дипхак, типа, знаешь, глубокий обхват. Вот, условно, раз, два, идем сюда, все. Вот и все. Дальше мы тут. Честно, каких-то еще моментов непосредственно с Доларива я вспомнить не могу, но если вдруг вы вспомните, напишите в комментариях, я обязательно вам потом расскажу, как я бы с ним был. Это основные ситуации именно с Доларива гардом. Мы пока не берем Лапелл Ворнгард, это будет у нас в следующей истории. Вот именно в такой работе, где человек хватает на запятку, работает, условно, с курткой здесь, или там, ну, даже вот он, опять же, смотрите, есть Доларива, где он держит пятку и держит этот рукав. По сути, для меня здесь ничего не меняется. Я все то же самое буду делать, все то же самое буду работать. Здесь я, скорее всего, буду делать именно вот это. Потому, ну, объясняю, почему. Потому что с этой рукой никакой этой истории нас вообще не ждет. Никакой истории, где мы сможем вот туда пойти под пятку, нас тоже не ждет. Из всего того, что я вам показал, остается лишь вот это. Понимаете? Если вы попали в эту историю, пожалуйста, как я сказал, при работе в моем, при проходах гарда, я абсолютно принимаю то, что человек всегда имеет доступ к этой руке. Это не то, что мы будем с ним обсуждать, или то, что я буду пытаться ему не дать сделать. Бери, пожалуйста, развлекайся. Я просто покажу свою концепцию прохода, использование левой руки. Понимаете? На этом, как я сказал, основная моя информация по проходу деларива гарда заканчивается. Ребята, в прошлый раз, когда мы рассказывали вам концепцию работы из гарда, я затрагивал делариву и нарвался на комментарий про то, что я не полностью раскрыл делариву как гардинг, что есть другие способы ее работы. Я с вами абсолютно согласен, есть много разных способов. Я просто показал вам свою концепцию того, как я это вижу, и как я с ней работаю. Но, тем не менее, если вы хотите увидеть, как бы я решал вопросы именно с непосредственной позицией, которую вы рассказываете, вы всегда можете прийти ко мне в гости, в мой зал, или на индивидуальные занятия, или на групповые, и мы разберем этот вопрос так, как вам нравится. Я сделаю полный брейкдаун вашей позиции, и я думаю, вы не останетесь недовольными. Приходите в гости. Уровни защиты. Там есть условно первый уровень, когда еще ноги прямые. Второй уровень, когда как раз одну ногу убрали, у нас полу-хавгард есть колено. Третий уровень, я имею в виду, это ухудшается все для меня. Третий уровень, это когда колени убрали, как я сказал, мы держим руку. Помнишь, я сказал, что мне лучше, чем мою голову в хавгарде схватит, чтобы он был в сайт-контроле, но без головы. Вот это третий уровень, где у меня еще есть прямые руки. Предпоследний уровень, это где он переборет мои руки, обнимает мою голову, я здесь. И последний уровень, где нам уже пиздает, это когда наши руки убрали, помнишь, мы обнимаем, там у нас локти может забирать, что угодно. Мы же креветки в сайт-контроле все говорят, вот так надо располагаться, а вот как раз для меня это уровни защиты, из которых даже не уровни, а прям ступеней. И по этим ступеням можно как делать путь назад, так же усугубляться, делать путь обратно, понимаешь? Ну просто сегодня это будет прям, можно вкратце задеть эту информацию, но честно, ее лучше будет прям отдельно. Но это же отдельно. Да-да-да, это просто отдельно уровни защиты, понимаешь? Они опять же здесь тоже, как бы они здесь где-то цепляются в историю, потому что, хотя нет, мы даже не рассматриваем, как мы в сайт-контроле все где-то, мы просто показываем, как вырыхает гарт. Действительно, лучше просто отдельным комплексом это снять. Считай договорились.